Сочи впервые прошел епархиальный крестный ход. Для этого на федеральной трассе остановили движение машин. Не готов пляж, значит не готов к ответственному бизнесу и арендатор. С некоторыми из них 1 июня власти курорта могут расторгнуть договоры. В Сочи появится самое большое городское граффити. Такой подарок о дню города решил сделать автор нескольких стрит-арт-проектов. На доске и с веслом. В Сочи разыграли куба города по сапсерфингу. Для участия в нем приехали и спортсмены из других регионов. Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших во время авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. Трагедия унесла десятки жизней. По последним данным Следственного комитета России при пожаре лайнера погиб 41 человек. Эта трагедия унесла много жизней и отозвалась болью в сердце каждого жителя нашей страны. Кубань разделяет скорбь семей, которые потеряли в этой катастрофе родных и близких. Дай бог им сил и терпения в эти тяжелые дни. От всего сердца желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. 37 человек удалось спасти. Это те, кто успел покинуть салон горящего воздушного судна по надувному трапу. Самолет «Сухой Суперджет-100» совершал рейс в Мурманск. По одной из версий причиной отказа всей автоматики стал удар молнии. После 28 минут полета машину приземлили в ручном режиме со второй попытки. Посадка получилась жесткой. После удара у самолета загорелись двигатели. Окончание пасхальной недели отметили православные. На Кубани этот день очень значим для верующих. В народе его называют Красной Горкой. Основное богослужение прошло в Краснодаре, в соборе святого князя Александра Невского. Этот храм считается главным для кубанского казачьего войска. Вместе с казаками и прихожанами службу посетил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Богослужение в честь завершения Светлой Седмицы в Войсковом соборе святого князя Александра Невского провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидар. А в Сочи впервые прошел епархиальный крестный ход от храма равноапостольного князя Владимира до площади флага. В крестном ходе приняли участие не менее полутора тысяч человек. Движение началось от храма равноапостольного князя Владимира, что на улице Виноградной. После праздничного богослужения священство и прихожане направились в центр города, к площади флага. Прошли мимо парка Ривьера, вышли на Платановую аллею и свернули на Новогинскую. Участие в пасхальном шествии приняли настоятели всех храмов Сочи. Общий путь составил 5 километров. Верующие прошли его примерно за 40 минут. Это были и сочинцы, и гости города. Мы приехали специально из Москвы, и с удовольствием присоединились. Настроение потрясающее. Первый раз участвую в таком празднике, испытываю такую благодать. Хочу сказать очень огромное спасибо. Праздник светлый, яркий, красивый. Также среди тех, кто преодолел этот путь, были представители казачества и городской власти. Я очень хорошо отношусь к этой традиции. Тем более, этот крестный ход посвящен великому празднику Пасхи. А Пасха – это праздник праздников. Это действительно возможность всем христианам вместе собраться, вместе помолиться, вместе побыть на службе, а потом вместе поучаствовать в крестном ходе. По окончании крестного хода на площади флага отслужили праздничный молебен. Епископ Герман, глава Сочинской и Туапсинской епархии, отметил, такой крестный ход планируют проводить ежегодно. В субботу – пасхальной недели. Я смотрел окна многодажных зданий. Многие буквально выглядывали, открывали специальные окна, выглядывали, чтобы хотя бы таким образом поучаствовать. Знаете, крестный ход – это очень сильное действие на самом деле. Это соборная молитва своего рода, когда все принимают участие, от малого до великого. Со мной маленький мальчик рядом шел всю дорогу, нес иконочку. Владыка Герман впервые возглавил крестный ход на курорте. Сочинская и Туапсинская епархия была образована несколько месяцев назад. День весны и труда в минувшие выходные в краевой столице традиционно отметили праздничным шествием. В первомайской демонстрации приняли участие 65 тысяч человек. Колонну возглавил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Вместе с горожанами по улице Красной до Казачьей площади прошли председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко, вице-губернаторы и мэр кубанской столицы Евгений Первышев. Глава региона отметил, что праздник 1 мая одинаково любим всеми поколениями жителей края и по праву считается всенародным. Смотрите, сколько много людей. Притом принцип обязаловки уже давно ушел в прошлое, а люди идут в настоящем. И я уверен, будут идти люди в будущем, потому что это тот праздник, который по-настоящему любим жителями нашего края. И на самом деле праздник души, мира, добра. Праздник замечательный. Праздник, когда нет расслоения социального, определения по возрасту. У всех одна общая задача – быть вместе. Под флагами и знаменами прошли представители предприятий профсоюзов, общественных движений, политических партий, ветеранских сообществ. В этом году все трудовые коллективы построились в соответствии с причастностью к реализации национальных проектов в три больших блока. Человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономическое развитие. А в Сочи на первомайскую демонстрацию вышли 10 тысяч человек. Ветераны труда, педагоги, врачи, работники культуры, юнормейцы и представители молодежных объединений. Под звуки барабанов колонны двинули в путь от театральной площади. И через несколько минут курортный проспект превратился в яркую людскую реку. Тысячи воздушных шаров, сотни триколоров. Россия, вперед! Для нас это большой праздник, самый лучший в мире праздник. Отличное настроение. Хочется, чтобы у всех оно было такое, как у нас, ветеранов. Активисты молодежных объединений также шли в приподнятом настроении. Им есть чему радоваться. В городе после долгих лет ожидания появится дворец молодежи. На самом деле эмоции непередаваемые. Переполняет одно счастье и радость за наш город, за такое великолепное мероприятие, что люди приходят, смотрят и поддерживают. К оформлению колонн подошли с фантазией. К примеру, во главе коллектива городского профессионального техникума ехал вот такой деревянный автомобиль. Этому транспортному средству было разрешено в это время передвигаться по курортному проспекту. Спортсмены маршировали под звон своих медалей. Гимнасты, фехтовальщики, футболисты, боксеры. После Олимпиады в городе стали активно развиваться сотни видов спорта. Мы лучший курорт. Мы круглый год теперь работаем. У нас лучшие пляжные территории. 13 пляжных территорий имеют голубой флаг. Мы самый чистый город. Мы благоустроенный город. У нас чистое море. Мы достойны того, чтобы праздновать. Ветераны и почетные гости города наблюдали за демонстрацией с трибуны. Впрочем, зарядиться энергией Сочинского Первомая могли люди со всех уголков земного шара. В этом году Сочинское Первомайское шествие впервые транслировали в интернете в режиме реального времени. 300 человек с телефонами и планшетами в руках заняли позиции на пути следований колонн от Зимнего театра до Южного мола. Финальная точка праздничного пути – Морской порт. Там прошло награждение коллективов, которые внесли особый вклад в развитие города. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Первомай для Сочи – это и неофициальный старт курортного сезона. В этом году голубые флаги будут развиваться над 13 сочинскими пляжами. Высокой международной награды в 2019-м удостоились еще семь прибрежных территорий курорта. Эксперты оценивали состояние набережных, начиная с осени. Накануне открытия летнего сезона они вынесли свой вердикт. Кому достались голубые флаги и за что? И в каком виде предстанут перед туристами другие городские пляжи? Об этом расскажем в следующем сюжете. Ривьера – один из центральных пляжей Сочи. Протяженность песчаной косы почти 400 метров, ширина 60. В высокий сезон каждый день по набережной прогуливаются более 3000 туристов. Но больше всего их интересует именно море. У нас обязательно заключен договор с Роспотребнадзором. И еженедельно они берут пробы воды и пробы грунта. На предмет, чтобы все Санпину отвечало. Из 30 проб морской воды, взятых в прошлом году, ни одна не вызывала сомнений ни у Роспотребнадзора, ни у международных экспертов. Последние номинировали ривьеру на престижную премию. В новом сезоне над пляжем будет развиваться голубой флаг, как и на 12 другими набережными курорта. Фишка голубого флага в том, что за нами остается меньше. Номер один – это то, что оставило нам природу. Если экология позволяет в таком случае, мы можем претендовать. Что нам для этого нужно делать? Доступность, безопасность, благоустройство. Все это должны обеспечить не только обладатели голубых флагов. Кстати, Приморские в числе первых, кто получил престижную награду. Но и арендаторы всех пляжей. Их на курорте 89 не считает санаторных. Практически 75% пляжных территорий готовы уже принимать гостей и туристов в город Сочи. Но к 1 июня, я думаю, те пляжи, которые сейчас отстают, они подтянутся. В противном случае с арендаторами будут расторгнуты договоры. Сейчас на пляжах красят спасательные вышки, прокладывают дорогу к морю для маломобильных граждан, выравнивают галечную полосу. В зимнее время она значительно сузилась. Впрочем, экскаваторы на пляже еще могут зайти. Арендаторы ждут майских штормов, которые каждый год меняют береговую линию. Морю не подвластны прогулочные зоны. Но и они к сезону должны преобразиться. За счет денег курортного сбора мы обновим в этом году полностью мебель на набережных, лавочки красивые будут. Не просто лавочки, а еще и с навесами. В новом сезоне ожидается большой поток туристов. В курорте и в прошлые годы загрузка летом составляла 97%. Благодаря появлению новых авианаправлений количество гостей значительно увеличится. В этом году воздушные ворота Сочи впервые примут рейсы из Воронежа, Сургута и Томска. Сочи вошел в топ городов с самыми вкусными булочками и пирожными. Российский сервис бронирования жилья Твилл.ру опросил туристов в соцсетях, чтобы выяснить, в каком российском городе самая вкусная выпечка. Опрос был приурочен ко дню кондитера, который отмечали в стране 3 мая. Лидером среди городов с самыми вкусными изделиями в кафе-кондитерских оказался Санкт-Петербург, за который проголосовало 48% путешественников. В первую тройку вошли Ялта и Уфа. На четвертом и пятом месте Екатеринбург и Сочи. За них проголосовали по 7% туристов. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Сочинский художник рисует самое большое граффити в городе. Посвящено оно Дню Победы. За процессом создания новой уличной картины наблюдала наша съемочная группа. Чтобы точно нанести граффити, Сергей рисовал эскиз, проецируя изображение вот на эту стену. Площадь бетонного холста – 260 квадратных метров. Такое уличное искусство для Сочи не диковинка, но эта работа будет самой масштабной. Рисует местный художник в плакатном стиле. В центре композиции – солдаты и орден Великой Отечественной войны, который Сочи получил как город-госпиталь. Совсем скоро изображение будет украшено георгиевской лентой. Тут будут и надписи советских солдат в оригинальном исполнении, которые были оставлены на стенах Рейхстага. Также будут сюжеты, уже всем известные работы. Мы просто интегрировали их в эту стену. Все увидите. Это ответственная работа у меня, прежде всего, перед ветеранами. Я считаю, что наш народ никогда не должен забывать, потому что самую большую жертву принесли советские люди, русский народ и все народы, которые входили в состав Советского Союза. Чтобы помнили, именно с этой целью руководство города приняло решение создать в Сочи новое граффити. Молодежь – это в большей степени свои визуалы, и они воспринимают, конечно, то, что видят. И сегодняшнее граффити, которое будет, как я полагаю, самым большим в городе Сочи, это площадь 260 квадратных метров, оно говорит нам о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и как бы постоянно будет об этом напоминать. Потому что главный посыл вот этого произведения через года, через века помните. Место выбрано не случайно. Именно в этой части Южного Мола 8 мая финиширует традиционная молодежная акция «Свеча памяти». Граффити-открытку, как еще одно напоминание о великом подвиге, увидят сотни горожан и гостей города. Работу художник обещает завершить именно 8 мая. К слову, Сергей Бодолян – автор десятка граффити в Сочи, в том числе футбольного стрит-арта на центральном стадионе имени Славы Митривелли. Лев Яшин на пятиэтажке, что на улице Новогинской, тоже дело рук сочинского художника. Сергей рисует специальными фасадными красками, которые держатся на стенах десятки лет. Важно, считает художник, демонстрировать молодежи, что граффити и вандализм – не одно и то же, а хороший стрит-арт – вообще искусство. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Подарки ко Дню Победы получат все сочинские ветераны. В квартире участника Великой Отечественной Кира Каткина завершился ремонт. Принять работу и поздравить ветерана сегодня приехал заместитель главы города Анатолий Луцик. В Тихом дворике на улице Конституции сегодня непростые гости. В своей квартире на пятом этаже их ждет участник Великой Отечественной войны. Галина Моисеев, добрый день. Добрый день. Разрешите мне поздравить от имени главы города Анатолия Пахомова. Спасибо. От себя тоже лично. Наступающим праздником, Днем Великой Победы. Дай вам Бог долгих лет, потому что пока есть вы, есть для нас живой пример. Память всегда останется, а пример должен быть. Живите долго. Кир Иванович Каткин – известный в сочинской отрасли образования человек. 50 лет проработал учителем в 10-й школе. Преподавал географию, историю БЖ. Сейчас уже не учит, возраст не позволяет – 95 лет. Встречая дома гостей, они пришли с подарками микроволновой печью. За чашкой чая разговор о том, как 18-летним парнем Каткин попал на фронт. Подготовка данная для стрельбы. Самое главное, чтобы все было куда навести, куда стрелять. Вот это уже моя была работа. Ну, слабшая математика. Забрали Каткина на фронт прямо из школы, где он начинал работать после окончания педагогического училища. Дошел до Польши, там и узнал об окончании войны. В честь 74-й годовщины Победы ветераны сделали ремонт в прихожей и кухне. Поменяли сантехнику, положили ламинат, установили межкомнатную и входную двери. Ну и духовная поддержка, понимаете, сердечная поддержка очень важна для ветеранов. Когда приходят люди, когда приходят школьники, когда их приглашают, когда они участвуют в всех наших мероприятиях. Это и есть общая забота. Каждый район в этом году оказал помощь участникам Великой Отечественной войны. В Центральном районе их осталось только 88 человек. Помощь в выздоровлении, ремонте и бытовом обслуживании получили также жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. К другим новостям. Ты в норме, когда ты в форме. Всероссийский хореографический фестиваль по таким названиям снова собрал в Сочи лучшие танцевальные коллективы страны. Об участниках конкурса и о том, кому они посвятили свои номера, расскажем мы в нашем следующем сюжете. Ты в норме, когда ты в форме. Название фестиваля как жизненная креда его участников. Всероссийский хореографический конкурс проходит в Сочи уже 18 раз. Цель не только выявить сильнейшие творческие коллективы, говорят организаторы. Фестиваль «Ты в норме, когда ты в форме» – это и сохранение традиций танцевальной культуры, и пропаганда спорта и здорового образа жизни. Целью фестиваля является привлечь наших молодых дарований к искусству, к танцам, для того, чтобы с малых лет дети наши приобщались к искусству, к красоте, и чтобы в дальнейшем они принесли вот это чувство всю свою оставшуюся жизнь. В этом году на фестиваль в Сочи приехали 20 коллективов, представляющих 18 танцевальных направлений. На сцене Дома культуры «Истоки» ансамбли показали танцы в разных жанрах – современные, спортивные, народные. Не обошлось и без кавказского колорита. Строгость нравов и горячая кровь. На сцене хореографический ансамбль грузинского танца имени Лаши Берешвили – легенда. Действительно легендарный сочинский коллектив. Для фестиваля ансамбль подготовил два танца – аджарский и горский танец джута. Мы танцуем кавказские танцы. Это горячие, эмоциональные танцы. И думаю, победа будет за нами. Наш коллектив – легенда. Его создал великий человек Лаша Берешвили. Сейчас данный коллектив называется в честь его имени. И мы выступаем на многих концертах. Мы призеры и победители гран-при в многих международных конкурсах. Каждый год конкурс становится настоящим праздником танца и спорта. Фестиваль ежегодно проходит в мае. И каждый год этот праздник участники делят с ветеранами Великой Отечественной войны. Они сидят в почетном первом ряду зрительного зала. Для них подарки, цветы и отдельные аплодисменты. Ну и, конечно, красочные танцы. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин. Телекомпания «ФКТ». В Сочинском инклюзивном центре «Особое детство» прошел отчетный концерт. Здесь дети с особенностями и всесторонне развиваются в различных направлениях. А теперь воспитанники центра еще и создают свои мультипликационные фильмы. Центр «Особое детство» ориентирован на работу с детьми с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями развития. В течение месяца в центре проводится около 150 семейно-групповых занятий по разным направлениям, которые помогают всестороннему развитию детей. Центром было получено два гранта – краевой и президентский. Огромную помощь в работе оказывают муниципалитет, волонтеры и семьи особенных детей. Главное, что исповедуют здесь, в этом центре – это равный равным. Нет разделения между здоровыми и нездоровыми, нет разделения между способными и неспособными. Дети занимаются здесь вместе со своими родителями, что я считаю тоже очень важно, потому что элемент социальной адаптации не только для самих детей, но и для родителей. Здесь любой ребенок найдет себе занятия по душе – уроки хореографии, сценического мастерства, лепка из пластилина и кулинарные уроки, гончарное мастерство и занятия по музыке. Помимо этого, у детей, родителей и волонтеров центра появилось новое хобби – создание мультфильмов, которые осуществляются в рамках проекта мультстудия «Особый мир» при поддержке фонда президентских грантов. К нам пошли взрослые дети, кому просто лепить уже не так интересно, поэтому у нас появились две мультстудии, и где мы не просто лепим каких-то персонажей, не просто делаем декорации, но дети озвучивают и родители озвучивают. И потом в этих мультфильмах дети будут слышать голоса своих нейротипичных братиков-сестричек, своих мам и пап. Дети проигрывают разные социальные истории, чтобы вжиться в образ своего героя. Визуальное восприятие помогает лучше усваивать простые жизненные правила, как переходить дорогу, как вести себя в обществе и максимально приближает особенного ребенка к реальности. Но в семейном центре «Особое детство» не только дети могут провести время с пользой. Занятия очень разнообразны и позволяют ребенку где-то найти себя в новой сфере, может где-то развить свой талант в какой-то другой сфере. Ну и для родителей очень хорошо, что родители общаются с друг другом, с другими родителями, получают какой-то опыт и психологическая разгрузка все-таки. Не в четырех стенах сидеть дома с ребенком, а в общем центре, бесплатном, досуговом заниматься вместе с ребенком. Это очень укрепляет родительские связи. Ирина – мама особенной девочки Александры. Посещает «Особое детство» вместе со всей семьей со дня его образования. И сама уже активно участвует в жизни центра. Его двери открыты не только для семей с особенными детьми, но и для всех желающих оказать волонтерскую помощь. В Сочи разыграли кубок города по сапсерфингу. Это гребля на доске с веслом. Турнир открыт, и в нем приняли участие серферы из других городов страны. Участниками соревнований стали и чемпионы России прошедшего сезона. За какой приз боролись сильнейшие сапсерферы, расскажет Ольга Десятого. Несмотря на свою короткую историю, сапсерфинг сегодня входит в число популярных водных развлечений. Более того, теперь с веслом на доске не только отдыхают, но и соревнуются. Кубок города по сапсерфингу в Сочи разыгрывают уже четвертый год подряд. Обычно осенью. Ну а в этом году лучшие сапсерферы решили спустить доски на воду в Сочинской акватории в первых числах мая. Мы можем проводить этапы соревнований мирового уровня, потому что на самом деле мировые соревнования проходят именно так. На пляже собираются люди, выходят с пляжной полосы и проводятся гонки. То есть это такой пляжный вид спорта. Он перерос из пляжного отдыха в настоящий вид спорта, который заявляет свое желание участвовать в Олимпийских играх. На побережье приехали 38 спортсменов из 11 городов страны. Елена Терехова, чемпионка России по сапсерфингу, а еще призер Европы и мира в гребле на байдарках и каноэ. Лодку на доску она сменила меньше года назад. Турнир в Сочи, говорит спортсменка из Москвы, отличный этап подготовки к национальному чемпионату и международным стартам. Мы сейчас готовимся целенаправленно к чемпионату России и будем отбираться на чемпионат мира. И вот эти соревнования все, они нам очень помогают, в том числе в Сочи, потому что нам обязательно нужны соревнования на море. У нас их очень мало, потому что почти все остальные, они на гладкой воде проходят. Сочинская вода покорила Стереховой сразу в двух дисциплинах. В спринте – это гонка на короткую дистанцию и в технической гонке – это преследование на дистанции 400-800 метров. Точно такие же результаты в Сочи показал и Евгений Коцур. Кстати, он тоже начинал в гребле и тоже успел доплыть до звания чемпиона страны. Спринт 200 метров – это моя коронная дистанция. В принципе, выиграл я ее достаточно уверенно. Но по сравнению с прошлым годом конкуренция все-таки растет. И также вчера проходила у нас техническая гонка. Она далась гораздо сложнее. Люди прогрессируют, растут. Всего в программе соревнований четыре дисциплины, в том числе фристайл и марафон на 10 километров. Победители определили в каждом виде отдельно. Ну а главным призом соревнований стала поездка в Испанию на международный фестиваль сапсерфинга. Туда отправится Елена Терехова. Она показала самые высокие результаты во всех дисциплинах и стала абсолютным победителем сочинского турнира. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи прибыли мигранты из Северной Африки. Это дневные бабочки, которых в народе называют репеницами или чертополоховками. Миграции репеницей можно наблюдать далеко не каждый год, а столь массовой, как сейчас, не было в Сочи никогда, уточняют специалисты национального парка. Особенно много репениц сейчас в парке Дендерарий и в районе Цветного бульвара. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте. ФКТ.ком. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.